Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в гостях у нас декан факультета дизайн Международного славянского института, профессор, член Союза художников России Козлов Дмитрий Викторович. Здравствуйте! Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Сегодня о чем мы с вами поговорим? Не случайно сегодня в гостях у нас профессиональный художник, у которого за плечами уже большой опыт и педагогической деятельности, и, самое главное, деятельности как профессионального художника. Поэтому сегодня Дмитрий Викторович поделится с вами небольшими секретами о том, собственно, что же из себя представляет современное искусство и современная живопись. Ну, согласитесь, что больше все-таки, наверное, нас будет интересовать изобразительное искусство, хотя мы сегодня поговорим в целом о современном арт-рынке. Какие вопросы и какие аспекты мы будем сегодня поднимать в ходе нашей беседы? Дело в том, что если вы зайдете в галерею или посетите художественный вернисаж, вы найдете очень большое количество различных видов изобразительного искусства, которые будут выполнены в различных техниках и стилях. Так вот, как же не потеряться в этом огромном море арт-рынка, найти для себя то, что необходимо именно вам, что отвечает вашим требованиям? Дело в том, что мы также сегодня обсудим вопрос, а для чего, собственно, покупать произведение искусства? Согласитесь, тоже немаловажно. Будет ли это дань моде или это будут ваши творческие или духовные запросы? Поэтому первое, с чего мне хотелось бы начать нашу беседу, наш диалог с Дмитрием Викторовичем, это о том, какие сегодня актуальны, наиболее актуальные течения в мире современного искусства, и в том числе живописи. Дмитрий Викторович, как вы считаете? Я думаю, что наиболее актуальные, наиболее интересные для зрителя, покупателя и для просто интересующегося человека, это все-таки живопись. Давайте попробуем разобраться, почему. Во-первых, она наиболее мобильна. Если мы говорим о скульптуре, она имеет определенный вес, определенный вес имеется в виду в килограммах, она имеет определенные требования к установке в интерьере. Если говорить о каких-то работах декоративно-прикладного искусства, они тоже требуют какого-то определенного интерьера, в котором они будут работать. В этом смысле картина, живописное произведение наиболее мобильна, и в интерьере оно имеет место работать совершенно в разных точках, от прихожей до главной гостиной комнаты. Я думаю, что, наверное, это живописное произведение. Хорошо. А вот согласитесь, когда мы посещаем, например, галерею, или приходим в студию к художнику, чтобы приобретать полотна, да и, собственно, например, если посмотрим какие-то телепередачи, посвященные также обзору современного арт-тринга, то увидим, что та же самая живопись, она очень разнолика. И мы можем встретить произведения, выполненные в ультрареалистической, академической манерах, вплоть до авангарда. Как вы считаете, когда человек хочет приобрести изобразительное полотно, то есть живописное полотно, вернее так сказать, на что лучше ориентироваться? На моду или на собственные вкусовые предпочтения? И что сейчас более модно? Классическая живопись или более современная и авангардная? Давайте начнем с того, что откуда появилась вообще мода и тяга нашего русского человека к тому, чтобы в его доме, в его жилище находилась картина. До перестроечного времени, когда существовал и мощно процветал союз художников, вступить в союз художников было очень тяжело. Определенная клановость и проблемы при участии в выставках, они не давали художникам возможности вступить в этот союз. Соответственно, художник, который не вступал в член союза, не являлся его членом, он не мог свои работы реализовать через галереи и через салоны. Я перебью к галереи. Я, как понимаю, тогда были в основном государственные. Не в основном, а давайте назовем государственные. Перестройка открыла возможность художникам выставлять свои работы. Измайлова, ну, биться это несколько впереди. Давайте начнем с Измайлова. Это Москва в основном. Да, да, да. Договорим сейчас о Москве. Набережная перед ЦДХ, вернисаж около стен ЦДХ, Арбат, какие-то пешеходные зоны, они позволили художникам выставлять свои работы. И вот тогда как раз произошла некая переоценка ценностей того, что находится внутри интерьера у человека. И массово, ну, это мое такое мнение, массово стали заменяться, как я говорю, ковры на картины. То есть давайте вспомним, что являлось украшением жилища русского и советского человека, это обязательное наличие ковра на стене. И репродукции известного художника, например, Сапрасова, Репина или Брюлова. В золотой рамке. Да, согласна с вами. Это время, оно несколько изменило ориентацию человека на прекрасное. Давайте скажем, может быть, в кавычках, может быть, без кавычек это слово произнесем. И тогда появилась возможность у простого человека приобретать картину себе в жилище. Почему? Потому что в художественных салонах, о которых мы говорили, в государственных, цены на работы были очень высокие. Очень высокие. То есть для простого инженера, учителя, купить, приобрести картину было невозможно. А на вернисаже сам художник устанавливал цены, и порой они были очень доступны, минимально, в зависимости от запросов самого художника. Говорить о качестве картины мы тоже сейчас не будем, оно было очень разнообразное, порой встречались действительно шедевры. Где-то был кич, но любой человек мог приобрести уже себе картину. И как раз вот мода на то, что в твоем жилище есть картины, она, мне кажется, начинается вот именно с этого времени. С времени свободного выставления своих картин художниками и представления вот именно своей живописи. Что ж, я действительно в целом, наверное, соглашусь с Дмитрием Викторовичем, потому что до перестройки, конечно, произведения искусства, живописные, либо графические, можно было, наверное, встретить чаще всего в квартирах, либо деятелей искусства, либо в квартирах людей, которые очень увлекались, коллекционировали, подчас даже эти коллекционеры действительно собирали последние свои деньги для того, чтобы приобрести ту или иную картину. И это мы говорим вовсе не о выдающихся и не коллекционных произведениях, не об антиквариате, а именно даже о художественных произведениях своих современников. Но поэтому это была достаточно такая тонкая прослойка людей, действительно ценящих и любящих искусство. Хотя, с другой стороны, время перестройки действительно открыло очень широкие границы для возможностей, для приобретения, но в то же самое время, может быть, здесь произошел такой очень интересный момент, когда на вернисажах, на тех же самых, и в галереях, которые с этого времени становятся частными, у нас сейчас на территории Российской Федерации практически ведь уже не осталось государственных галерей. В Москве это буквально 3-4 галереи. Очень мало. 3-4 выставочных зала. Да, действительно. И вот таким образом получается, что практически любой человек и даже непрофессиональный художник может выставлять свое произведение искусства. Хотя это тоже отдельный вопрос, что такое профессиональный художник. Это первый вопрос. А второй вопрос, что такое произведение искусства. Да, но о том, что такое произведение искусства, Мы тоже с вами поговорим в нашей следующей передаче, и тоже Дмитрий Викторович нам в этом поможет разобраться, произведение или нет, сколько оно стоит, и стоит ли такие деньги отдавать именно за это произведение. А вот сейчас мы всё-таки давайте с вами разберёмся, что современная мода диктует именно в живописном произведении. То есть действительно ли чаще всего люди, которые приобретают картины, приобретают классическую реалистическую живопись или нет? — Ну, являясь практикующим, назовём так, художником и преподавателем, я выставляю свои работы и в наших, в московских галереях, и за рубежом, и общаясь с галеристами, с людьми, которые занимаются продажей картин, я обратил внимание, что некоторое время назад люди приобретали и интересовались определёнными жанрами изобразительного искусства. Кого-то интересовало только натюрморт, кого-то только пейзажные живописи, предположим, только одно время года. Кто-то, значит, собирал и интересовался маринистическими произведениями. На мой взгляд, вот теперешняя обстановка, когда мы лишены такого тесного общения тет-а-тет напрямую с человеком, и очень много времени, и молодёжь очень много времени проводит перед компьютером, и не хватает непосредственно человеческого общения. Вот эта грань интереса к определённому жанру произведения искусства, она стирается. И покупка произведений, покупка, давайте так, не будем слово произведений, а покупка картины в данном случае, она чаще всего, опять же, по моим разговорам с галеристами, она происходит спонтанно. То есть человек не целенаправленно приезжает в галерею, в одну, в другую, в третью, или, там, на вернисаж, ищет что-то ему понравившееся. А, как бы, проходя мимо, его что-то трогает, он останавливается и приобретает эту вещь. Из этого следует, что начинает приобретаться эмоция. То есть человек, который живёт в современном обществе, я считаю, что человеку немножко не хватает определённых, неопределённой эмоциональной подпитки. Мы питаемся не только пищей, так сказать, телесной, но и пищей духовной, она является, если не большей, так сказать, важной составляющей, частью. Так вот, человек приобретает для себя сейчас ту какую-то эмоциональную подпитку, а вот уже что она из себя будет представлять, мне кажется, это уже вопрос второй. И порой это совсем не важно. Человек, который всё время интересовался реалистической живописью, вдруг, неожиданно для себя, его трогает, его волнует, и он приобретает и хочет видеть у себя какую-то абстрактную композицию. А это связано уже с такими вещами, как опять слово «композиция», как слово «цвет», цветовое пятно, и всё вкупе составляет слово «эмоция». Ну вот, мне, кстати, тоже очень отрадно слышать и от вас, как от практикующего художника, который уже долгие годы представляет на арт-рынке свои произведения, свои работы, свои картины, что действительно люди теперь после, может быть, какого-то такого вала 90-х годов, когда скупалось всё и вся, потому что это было в новинку, это было необычно, теперь действительно, может быть, пока ещё не так целенаправленно ищут себе произведение искусства, но тем не менее покупают её. Вот, посмотрите, тоже какой очень интересный момент, может быть, я проведу сейчас небольшую параллель с нашей страной, с Россией и с зарубежными европейскими. Да, я прошу прощения, перебью. Такой момент. Мы говорим о том, что как раз интерес, массовый интерес к картине появился где-то в 90-х годах. Я хочу уточнить один аспект, что в те годы именно произведение искусства и интересных картин, самобытных, творческих картин, конечно, было гораздо больше, нежели сейчас. Да, я с вами тоже... Сейчас найти уникальную вещь очень тяжело. Тоже с вами соглашусь, потому что и, кстати, в те же 90-е годы к нам приезжало ведь очень большое количество зарубежных и коллекционеров, и просто иностранных граждан, которые действительно покупали себе картины и вывозили их. И делали бизнес на этом, громадный бизнес, иностранцы. Сейчас вот сложная ситуация, да, на арт-рынке у нас в стране сложилась. С одной стороны появилась вот вторая волна интереса к изобразительному искусству. И вы знаете, откуда, если говорить из зарубежных, Китай, Китай, Турция. Вот две страны, которые сейчас наиболее массово приобретают у нас и молодых, и более маститых художников. Если в те годы это была Европа и Америка, Япония очень много вещей вывозила. Сейчас там интерес к русской живописи очень сильно упал, ну, в связи, наверное, с насыщением рынка, с эмиграцией. А вот как раз Юго-Восточная Азия и Восток, вот ближе туда, проявляют большой-большой интерес. Ну вот с другой стороны, мы сейчас в очень таких сложных условиях, да, особенно покупатель, естественно, оказывается, не профессионал, а в первую очередь покупатель. Когда он хочет произвести покупку, совершить действительно, может быть, и, конечно, не только финансовое вложение, боже мой, нет, но сделать действительно, как сказал Дмитрий Викторович, эмоциональное что-то для себя важное, как ему не наткнуться и не купить какое-то некачественное произведение, не в плане, конечно, технического исполнения, хотя здесь тоже кроется много нюансов, и мы о них тоже обязательно поговорим, а вот как отличить, на ваш взгляд, вкус и безвкусие, кич и искусство. Картина, она может быть любая, она может быть более реалистическая или выполненная в примитивном, ну, действительно, примитив, да, и наив, это такой целый пласт искусства, но поймите, примитив и наив, это еще не знак равенства плохой картины, как простому человеку, обывателю, который хочет сделать себе или близким приятное, подарок, отличить и понять вот эту тонкую грань, по вашему мнению. По-моему, так, если человек приобретает работу для себя, то я не стал бы давать ему каких-то мощных советов в плане, что приобретать. Это настолько сугубо индивидуальная вещь, и мы, специалисты, профессионалы, даже не должны обсуждать, насколько человек приобрел и повесил у себя правильную картину или неправильную, с нашей точки зрения, картину. Если она помогает ему, это уже хорошо. Мы должны где-то пропагандировать хорошее, нормальное искусство, но ни в коем случае не критиковать, не говорить, что ты купил, ты приобрел, значит, что-то неотносящееся к искусству. Если это уже человеку помогает, если это человека каким-то образом на что-то воодушевляет и помогает ему в жизни, это уже хорошо. А вот... Если это подарок, то да, конечно, тут... Ну, вот, с другой стороны, тоже такой очень важный момент, да, когда потребитель, у потребителя есть запрос, да, ну, в данном случае мы говорим про искусство. И, конечно, на этот запрос художники, скульпторы предоставляют определенные произведения искусства и заказ. Но ведь и художники со своей стороны в данном случае тоже, мне кажется, даже обязаны формировать общий вкус. И как здесь не попасться в ловушку китча, когда мы будем говорить, ну, да, действительно, если вам помогает это, если это хорошо, но ведь по большому счету тогда можно вот очутиться в таком неком ужасном вакууме антиискусства. Как здесь с этой проблемой побороться? Ну, мне кажется, что надо прививать человеку вкус, современному человеку, молодежи, тонко, да, посредством привлечения людей на выставки, на какие-то творческие встречи, показы и так далее, чтобы человек все-таки немножечко разбирался вообще, о чем идет речь. И немножечко разбирался... Конечно, художники должны помогать и воспитывать человека и говорить, что такое хорошо, что такое безвкусица. Но без того, что человек был бы немножечко... Человек немножечко разбирался в том, что он приобретает, то есть если он хочет все-таки приобрести картину, то, наверное, он должен предварительно получить какую-то информацию, пусть из интернета, из книг, поговорив со специалистом. Мне кажется, вот это первый совет простому человеку, который никогда не приобретал работу, но хочет увидеть у себя дома картину, чтобы он посоветовался с людьми, которые... И посоветовался с людьми с профессионалами. С профессионалами. С профессионалами. Были серии телепередач, например, посвященных дизайну и таким аспектам. Там тоже в этих телепередачах мы говорили о том, что, конечно, человек должен прислушиваться к своему внутреннему голосу, потому что в конечном итоге, делая обстановку квартиры, покупая для себя одежду, покупая для себя картину и другие бытовые вещи, мы, конечно, примеряем это на себя, а не для друга, не для соседа, не для знакомого. И нам, в первую очередь, должно комфортно. Но, с другой стороны, если человек чувствует себя неуверенно в какой-то области, может быть, действительно не хочет попасть в просаг, если его действительно это тревожит с какой-то точки зрения, то, наверное, тогда все-таки стоит пообщаться с галеристами, с искусствоведами, которые работают в галереях. И, кстати, наверняка вы сейчас, уважаемые телезрители, подумайте, но у нас, например, нет даже таких средств, чтобы покупать картину, скажем, в галерее, потому что, согласитесь, цены в разных точках различных. В галерее они выше, на вернисаже ниже. А мы сегодня вообще, в принципе, в этих передачах, наверное, коснемся того вопроса, что существует много молодых, талантливых студентов, которые продают свои картины очень незадорго, но они действительно хороши и прекрасны. Но, с другой стороны, никто вас ведь и не обязывает покупать в галерее то или иное произведение искусства, но сходите, проконсультируйтесь, посмотрите, послушайте, что говорят люди. И вот под конец нашей с вами сегодняшней небольшой беседы мне все-таки хотелось, чтобы Дмитрий Викторович тоже пару слов сказал о молодом подрастающем поколении художников, что не надо бояться и идти к ним, и покупать работы тоже у них. Как вы считаете? Я считаю, что это очень... Честно говоря, я не задумывался вот об этом аспекте. Это хороший и финансовый, и творческий ход, будем так говорить. Почему? Во-первых, молодые художники, они еще не избавлены вниманием, это первое. Второе, в них не присутствует такое слово в их творчестве, как тиражность. Очень часто, особенно это касается художников, работающих на вернисаже, существует для них несколько сюжетов, наиболее популярных, наиболее... Ходавых. ...востребованных, да, которые... Вещь продается тут же, значит, как блин, лепится точно такая же следующая. Вот так вот, молодые ребята, они еще вот этой тиражностью не заражены, и в их работах можно найти очень много, во-первых, искреннего, во-вторых, действительно оригинального. И, на мой взгляд, что ценится прежде всего в профессиональном художнике? Это то, что эта вещь у вас единичная. То есть единичность этого экземпляра, уникальность. Как только художник начинает работать в тираж, моментально, ценность, так сказать, самого произведения, и качество, я хочу вам сказать, и качество, оно тоже тут же падает. Единичный экземпляр, он всегда наиболее интересен. И как раз вот у молодых художников, у молодых студентов, сейчас во многих учебных заведениях, вот в частности там, где я преподаю, в Международном славянском институте, очень сильная кафедра изобразительного искусства, преподают все, так сказать, практикующие художники, интересные художники. Мы уделяем колоссальное количество времени студентам, нам интересно с ними, мы подпитываемся от них тоже какими-то свежими мыслями и эмоциями. И, например, я вижу, что на каждом курсе есть несколько интересных ребят. Талантливых, да. Да, талантливых, способных, ну, способных. Вы знаете, талант это все-таки уже такое настолько врожденное. Способных и желающих работать, ребят. И мы им помогаем, им немножечко продвигаем где-то в какие-то галереи и даем какие-то заказы, которые они могут по своим силам выполнить. Так что вот это вы сказали очень умную вещь. Приходите в художественные вузы, я думаю, вы всегда со студентами договоритесь и найдете какие-то интересные произведения. Вот это очень, я думаю, что это новый ход. Ну что ж, время нашей лекции потихонечку подходит к концу. Но беседа с Дмитрием Викторовичем на этом не заканчивается, потому что в следующей нашей передаче мы как раз поговорим о том, что является критерием для оценки картины. И, конечно, вы, как покупатель, точно знаете, сколько вы можете заплатить за произведение искусства, исходя из вашего бюджета. Но, с другой стороны, мне кажется, полезно будет знать и ориентироваться, завышена или нет цена, обусловлена она чем-то или нет. И опять-таки Дмитрий Викторович, как практикующий художник, может быть, так изнутри нам в следующий раз немножко расскажет, в чем разница между ценовообразованием той или другой картины. Но, подводя итог нашей сегодняшней беседы, мне все-таки хотелось бы сказать, уважаемые телезрители, действительно, картина, это, наверное, будет такое немножко грубое слово, модно. Это не модно, это красиво. И поэтому, если у вас есть на том хотя бы небольшое только желание, я вас все-таки, я, вернее, вам все-таки хочу посоветовать это желание исполнить. И действительно, есть масса вариантов. Мы сегодня как-то несколько раз касались темы арт-рынок в Москве, но я вас уверяю, что наша страна очень велика, и талантливые художники, и молодые способные ребята есть абсолютно в любом городе. Для этого только надо приложить немножечко сил, усилий и, наверное, все-таки желания. Действительно, можно сходить в галерею, можно сходить на вернисаж, а может быть, у вас рядом с домом живет художник, у него есть мастерская, и можно зайти туда. Я вас уверяю, художники достаточно открытые люди и с удовольствием вам и расскажут, и покажут, и объяснят. Ищите молодых талантливых ребят, и, как хорошо заметил Дмитрий Викторович, не стесняйтесь приходить в учебные заведения высшего или среднего профессионального образования, и вы тем самым поможете и молодым художникам, и действительно приобретете хорошее, качественное произведение искусства. Но на этом мы тогда с вами завершаем нашу с вами беседу. Еще раз напомню, что в гостях у нас был профессор, член Союза художников России Дмитрий Викторович Козлов. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.